Всех приветствую на моем канале. В сегодняшнем мастер-классе я поведу речь о правильном накручивании фум-ленты на резьбовое соединение. Конечно же, существует и такой вариант, как сначала накручивают лен, а потом все это дело обрабатывают сантехнической пастой. Но в этом видео я буду рассматривать именно вариант с использованием фум-ленты. Так как такой вариант тоже имеет место быть, но желательно его использовать на трубах холодного водоснабжения. Прежде чем накручивать фум-ленту на резьбу, нужно сначала проверить количество витков, которые будут у нас на резьбовых соединениях. То есть в моем случае в итоге угольник должен будет располагаться вот таким вот образом. Не так, не так, а именно вот так. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять неполных. Значит, четыре витка. В общем, запомнили. А теперь можно переходить непосредственно к наматыванию фум-ленты. Да, и еще. Смотрите. Любое резьбовое соединение практически всегда накручивается только по часовой стрелке. Фум-ленту нужно накручивать в таком случае наоборот. Сейчас я вам покажу, как это делается. Далее, взяв катушку вот таким вот образом, накладываем начало ленты на резьбу, придерживая ленту пальцем, чтобы она не сорвалась, пока мы не сделаем первый полный оборот. Сделав первый полный оборот, в общем, уже можно свободно, вот чуть-чуть натянув, видите, даже не срывается. И резьба продавилась чуть-чуть, то есть натягивая, большим пальцем придерживая ленту. Можно просто, крутя уголок, накручивать фум-ленту на резьбу. Некоторые крутят катушку в круговую, но делать это неудобно, с моей точки зрения, намного удобнее, эффективнее и качественнее. Получается вот именно таким образом. То есть витков 10 будет более чем достаточно. Сейчас вы также можете наблюдать вариант накручивания фум-ленты на полипропиленовую комбинированную муфту. Ну и затем можно смело накручивать деталь в предыдущую. Итак, количество витков мне изначально известно. Один оборот я уже сделал. Второй. Довольно-таки туго идет. Третий. Потому я и говорю, количество витков фум-ленты 9-10 более чем достаточно. И четвертый. Если бы я изначально не считал количество витков, я бы сейчас допустил ошибку, сделав и пятый оборот. В таком случае уголок-то у меня до конца бы и не дошел. Потом мне пришлось бы, конечно же, повернуть уголок наоборот. Но вот делать-то как раз-таки этого и нежелательно. Так как при этом ослабевает уплотнение резьбового соединения. Так что этот нюанс имейте в виду. Ну и теперь по поводу фум-лент. На примере данного резьбового соединения я вам продемонстрировал самую тонкую фум-ленту. Бывают фум-ленты и потолще. В таком случае количество оборотов вокруг резьбового соединения, конечно же, нужно уменьшить. Бывает, что при использовании более толстых фум-лент достаточно и 5-6 оборотов. Так что это тоже имейте в виду. И в том и в другом случае, когда вы закручиваете, у вас должно идти туго. Ни в коем случае не должно идти свободно. Должно идти именно туго. Именно в этом-то и заключается качество резьбового соединения в плане протечек. И на этом можно сказать, что тема с фум-лентой закрыта. Делайте ремонт своими руками, не совершайте ошибок. Всем пока и до новых встреч на моем канале.